Меховой сезон в Челябинске открылся еще до наступления настоящих холодов, а поводом стало 15-летие первого мехового бутика «Фьера», компании, которая все эти годы представляет известные меховые бренды мира, от демократичной классики до дизайнерских моделей сегмента люкс. В очередной раз за вклад в развитие модного рынка бутик «Фьера» получает премию «The Best Luxury Store 2019» как один из лучших бутиков страны. А накануне в наш город прибыла свежайшая коллекция итальянского бренда «Джулиана Теза». Ваши все звездные клиенты, ну, как сказать, самые искушенные, да? И я была действительно удивлена тем, что очень хороший вкус, никому не надо было даже ничего объяснять. Все, что ассоциируется с изысканной и стильной верхней одеждой, это все про бутик «Фьера». Итальянские кашемировые пальто и пуховики – аксессуары, создающие настроение. Здесь есть все, чтобы пережить холода красиво и со вкусом. Что же касается мехового настроения гостей, то его можно описать двумя словами – уютно и роскошно. Скоро уже будет холодно. Хочется, конечно, теплый мед, соболь, барбузинский, вот такой вот, чтобы закутаться и быть женщиной-женщиной. Конечно, благодаря нашей погоде уральской невероятной хочется в соболях. Это тепло, это красота, это роскошь, это настроение сумасшедшее. Всегда у нас в нашей зиме будет хотеться тепла. Когда-то норка, когда-то соболь, это всегда будет актуально. И когда холодно, без соболя, конечно, никак. Пальто с оторочкой из соболя. Понравилась очень стриженная норка в виде халата. И короткая автоледи из норки. Все это разных цветов, разных направлений. Но в целом это не классика, это более такой компромиссный вариант для города. То, что удобно носить, то, что близко по цвету. И модели очень современные, такие молодежные, так скажем. Такие вот отношения, они, в принципе, помогают всегда в работе. Почему? Потому что есть вот эта вот обратная связь. Мы слышим запрос, и мы можем все сделать красивее и счастливее, более точечно. В меховой моде, как и в индустрии в целом, сегодня курс на простоту. В случае с сегментом люкс, эта простота должна быть дорогой и изысканной. В этом вопросе нет равных основательницы марки Джулиане Тезе. Ее мысли она рисует и говорит, мне надо вот так. Я говорю, да вы что, сеньора Тезе, да так нельзя, да что, да кто-то такой придумал. Она говорит, нельзя у вас. Мне вообще ничего не волнует. Пробуйте. Все топовые материалы, если это кашемир, то лоропяна, если это мес, то топовые лоты и так далее, это у нас. Дорогая простота. Поскольку темп жизни убыстряется, да, и хотим мы того или нет, такие тенденции, как типа спортшик, он проникает и в тяжелый люкс, и премиум марки сделать такими, чтобы, надев изделие, вы могли в нем прожить 24 часа. И опять же, та же самая тенденция, которая была на несколько столетий назад, что соболь мы носим не мехом наружу, а мехом вовнутрь. То есть подбиваем его от орочки. Эта тенденция вот ярко сейчас представлена и у Джулиана Тесса. В нашем городе живет немало ценителей изысканной роскоши. Все они в числе лучших друзей, точнее подруг Фиеры. Хочется пожелать процветания, еще больше клиентов, еще больше любви и внимания клиентов, и еще больше шук, еще больше моделей. Потому что замечательный бутик, замечательный, у них всегда чудесный ассортимент, и если нужно что-то теплое, все придут сюда. Нужно быть такими же эксклюзивными, красивыми, доступными, достойными, и всегда на пике моды. Продолжать, как они занимались. Они клиентоориентированные, клиентов любят. Мы себя здесь чувствуем королевишными, очень хорошо. Удачи, процветания и продвижения не только в нашем регионе. Я желаю смелости, больше смелости. Нам нужно невероятные, знаете, новые дизайнерские решения. Смелость вообще в цвете, смелость духа нашему замечательному городу и всем девочкам, которые живут в таком климате. Кашемировая парка с Соболем, меховой бомбер или двухстороннее пальто. Наша уральская зима обещает быть разнообразной, а значит востребованными окажутся все дизайнерские идеи. Зимний сезон открыт, теперь необходимо решить, чем именно его украсить.